здравствуйте друзья я решил записать в режиме вебинара это примерно вот то же самое что вы увидите когда начнется наш курс по тестированию единственно что я пишу из дома тут может быть у меня не такой хороший микрофон и так далее но вот примерно вы видите то что будет значит я не хочу тратить время на то что сейчас будет рассказано во время курса поэтому те кто хочет участвовать должны посмотреть как бы и и дальше мы уже пойдем и так что у нас есть занятие будут на русском но мы учим работе на американском проекте в американской компании в американс на американском континенте там и так далее то есть это может быть удаленная работа издалека но речь не о том как люди работают сша вся терминология будет на английском вся документация будет писаться на английском презентации которые у нас будут в значительной степени там может быть что-то на английском если мы будем использовать то что у нас на уроках используется начало будет на английском и это специфика как бы того что будет происходить теперь значит никто никого не поправляет в англицизмах в терминологии в ударениях и и прочее вот это вот фигня которая происходит каждый раз когда есть большая группа людей и находятся многие которые не поняли зачем пришли да значит тестер или тестировщик там вы или на там я не знаю украине россии киргизе значит ударение программное обеспечение или программное обеспечение обеспечения и так далее если кто-то не понял зачем он пришел то мы быстро как бы поправим эту ситуацию и ему не придется никого смущать вот своим непониманием ситуации так курсов основе своей ознакомительный но многие дадут после него работу в своей стране мы мы это знаем мы это пить или раньше то есть я когда в 2011 году начал записывать я не имел в виду что там как-то массово люди будут работу находить но но так и вышло у нас первый человек нашел работу после третьего урока всего то и вот так ну что сказать но но это не является как бы такой фундаментальной целью но это будет происходить часто спрашивают а можно ли вот у вас там этот курс пройти потом работать на удаленных проектах ну ну да есть такие люди тоже это это не многим удастся потому что это сложно но кому-то удастся и опять это не является задачей нашего курса ну ну да да бывает и такое бывает тоже это случалось раньше теперь мы поговорим о четырех уровнях усвоения по системе беспалько владимир павлович это педагог известно я об этом рассказывал на канале но как бы расскажу отдельно потому что это имеет существенное значение для нашего курса значит есть четыре уровня узнавания четыре уровня проникновения в материал первый уровень это уровень узнавания на этом уровне человек не может без постоянной помощи ничего сделать и соответственно это дилетант там мы его назовем дилетант любитель значит и соответственно у него значит нет работы так мы по-английски напишем но вот вот значит следующий уровень это уровень воспроизведения это человек который может самостоятельно сделать то что мы проходим вот допустим мы рассказываем как описать пишется тест кейсы дилетант он послушал но сам не напишет он может вызубрить интересная особенность вызубрить это не значит подняться на следующий уровень вызубрить чек должна сесть и написать тест кейс не только те что его поручили выучить там 5 или 10 тест кейсов там для тестирования тестирования логин и пасворд сам функция функционала нет он должен уметь писать тест кейс значит уровень воспроизведения ну давайте по-английски пусть будет значит профессионал по-английски пишем профессионал профессионал и он может работать да джок джок с с он может пойти искать работу значит и найти работу и делать работу его никто там не не заругает он все будет нормально делать уровень субъективного творчества это человек который может свои знания применять в условиях когда для него субъективно эти условия новые но новая задача какая-то но он состоянии пойти и сделать это экспорт соответственно у него не просто работа но у него там еще хорошие бабульки он получает объективного творчества но это давайте так это ученые да это люди такие как бы в исследованиях работают их мало их мало они как бы там по-своему функционирует это это не наше дело значит мы хотим в этом курсе чтобы вы если хотите работу искать так если просто познакомиться о чем речь но вот если вы хотите найти работу вы должны быть на уровне воспроизведения уровень воспроизведения дает вам работу на американском рынке по секрету что что мы будем изучать вполне как бы покрывает то с чем можно найти работу не имеется ввиду удаленно имеется ввиду что если вы уже в стране так идем дальше об этом мы поговорили так значит 5 категорий студентов я тоже когда вот первый урок начи начинаю я говорю отдавайте 5 категорий студентов какой категории вы относитесь сами себя должны отнести но кто вы это не вообще кто вы по жизни а как вы относитесь вот конкретной ситуации конкретному делу например женщина может быть очень хорошей мамой но при этом скажем совершенно нерадивым работником ей плевать на работу но она очень хорошая мама например или там мужик например он там в походы ходит рыбу ловит там еще что-то допустим мы в семье его только и видели там еще что-то и так мы сейчас говорим относительно того дела которое мы вместе будем заниматься значит партнер это человек который мотивирован который рвется в бой который не только делает то что ему поручили но и захватывает больше который не слушает идиотов дающих ему советы потому что их будет много и он знает зачем пришел он знает какую функцию мы выполняем какую функцию он выполняет и с ним очень легко работать как бы его энергия соединяется с нашей он вылетает как там пробка из бутылки очень очень легкая категория хороший человек хороший человек это по настроению своему как бы близкий к партнеру но у него есть какие-то ограничения ограничение может состоять в том что он скажем возрастной серьезно возрастной он может быть не совсем неправильного образования или вообще без образования он может быть очень застенчивый и такой как бы не презентабельный вот то что называется не умеет себя продать он может как раз слушать идиотов и они ему портят настроение и он из-за этого него руки опускаются и так далее так далее поэтому значит вот я например когда у нас на канале чищу всякий мусор там я защищаю хорошего человека партнеру защита не нужна он сам кого хочет защитить но вот хороший человек я видел много хороших человеков которые ну вот можно сказать слились абсолютно в эмиграции просто потому что рядом были неправильные люди которые портили его настроение и все поэтому я я за хорошего человека хорош человек хорошо идет он может быть не так здорово идет как партнер надо ему больше там какой-то энергии дать с нашей стороны но он он нормально идет ни рыба ни мясо я когда по-английски рассказываю я будет джелифиш то есть медуза вот это ни рыба ни мясо это человек который не мотивирован он как бы сказать он может работать то есть если его кто-нибудь за руку отведет он сядет и будет работать может быть даже к нему хорошо будут относиться и в общем его могут не трогать не выгонять ничего он может нормально там проработать лет пять но вот представьте себе что если этот человек через пять лет вдруг что-то случилось компания закрылась переехала или что-то он не пойдет искать работу он придет к нам снова и скажет а устроите меня опять куда-нибудь вот мы говорим так у нас же только для интернов там практик практика он на практику устроить он он сам не будет хотя мог бы там казалось бы пойти на 120 тысяч там не может он скорее тогда окажется этот человек сити колледж обычно это девочкам относится больше вот пойдет куда-нибудь сити колледж и это будет создаваться иллюзия для себя эти посторонних что человек занят чем-то продуктивным но но он не занят продуктивным идет время чем больше времени проходит тем ниже становится его вот это маркетабилити и как бы он так сходит на нет если опять какой-то случай его не приведет на работу там что такое мне все должны вы знаете этот тип людей хорошо они не мотивированы у них еще до того как они начали что-то делать они уже знают что им будут мешать мешать им будут абсолютно все у них будет масса проблем во всех этих проблемах видоват кто угодно кроме их самих они никогда не будут заниматься там трудиться пахать и так далее это абсолютно бессмысленно потому что ему точно не дадут потому что все против него и и в общем такой это не обязательно такой что называется грязный рот да он может не ходить там по форумам и не вне вне или там где-то там вот а может и ходить тоже но он он абсолютно обреченный этот тип то есть если его например отвести даже за руку куда-то друзья может там родственников за руку отвели он и там не сможет он не выдержит его его оттуда сократят чем довольно быстро это очень это практически непроходимый тип я иду своим путем это люди которые как у них есть идея как они чего-то должны добиться в жизнь не то чтобы они чего-то уже добились в этой жизни в том смысле что они могут сказать с уверенностью что они знают что умеют выбирать путь этого нет но тем не менее у них есть своя идея обычно они когда к нам школу приходят здесь на кампусе они говорят вот типичный такой для них разговор это мне собственно и не нужно толком то ваша школа я просто вот хочу там на практику вот чтоб меня послали и каким-то образом у него в голове сложилась схема и в этой схеме он вот через практику куда-то попадет я не знаю куда но я не видел ни одного из них кто был поуспешен они активны у них как бы много такого много динамики в них и энергии много они как могли бы быть очень успешными но вот как бы не пускают их таскать вот это сознание если они вдруг приходит какой-то момент и га слушай ты знаешь что я все понял давай так ты говори что делать я буду делать они вылетают как ракеты но вот такая такая категория ночь вам предлагается подумать кто вы такой в нашем вот этом деле который мы сейчас начинаем почему это важно потому что эти люди по-разному выполняют ту работу которую надо выполнить например вы послушали лекцию думала молодцы хотя могли не послушать вот а могли там послушайте одновременно смотреть телевизор и текстить там на ваших этих девайсов которые вас убьют если вы не откажетесь от того чтобы ими пользоваться во время значит серьезных дел но вот как то так кто кто вот так себя ведет не рыбни мясо не рыбни мясо не мотивированы не партнер не хорош человек не будут параллельно с этим делом чем-то еще заниматься они будут очень внимательно слушать если есть домашнее задание они будут его делать и спросите себя в тот момент когда вы говорите себе но это я завтра сделаю вы кто вы партнер вы хорош человек вы не рыба не мясо или может вам все должны или у вас свой путь спросите себя тот момент когда вы принимаете решение вы точно видите в какой вы категории для того чтобы с уровня воспроизвить узнавания попасть на уровень воспроизведения на тот самый уровень где есть работа вы должны практиковаться человек не может с узнавания прийти в воспроизведение без того чтобы тренироваться он не может просто слышать слушать тем более там если он что-то в этом как я уже жует отвлекается там разговаривать по телефону и так далее значит кранты это абсолютно безнадежный вариант и просто вы не того типа человек который может успешно двигаться по схеме вот собственно и все поэтому четыре уровня усвоения по без пальков и 5 категорий студентов в данном случае это как бы с моей стороны некоторая такая аккумуляция жизненного опыта которая позволяет вам очень просто сказать насколько вы будете успешными или не будете успешными до того как вы начали вообще весь этот процесс определитесь теперь значит те 500 участников которые в группы в группе должны ходить на вебинары живьем если вы хотите по записям учиться вам для этого не нужно быть в группе потому что есть люди которые хотят попасть в эту группу которые ходили бы живьем поэтому значит мы на каждой за каждом занятии будем делать такую быструю перекличку мы знаем как и значит два пропуска и мы будем из группы удалять и заполнять теми кто придет со стороны то есть занимать чужое место в жизни не надо надо на своем находиться это это гораздо правильнее так теперь да если вы планировали так сделать значит отпишитесь прямо сейчас из этой группы я кого-то туда добавлю до того как мы начали где-нибудь завтра вторник у нас сегодня не рабочий день поэтому во вторник с переговорим с другими преподавателями я примерно прикинул план там где-нибудь будет если не 20 занятий то может быть 18 мы так посмотрим и ну поглядим вот примерно так и будет появится расписание я думаю это будет два раза в неделю и вот эти 20 занятий 18 занятий мы прогоним за там 10 10 недель что в общем то тоже время до 10 недель там два с половиной месяца до резюме референсы сертификаты индивидуальное внимание мы не сможем в этом классе обеспечить так насчет индивидуального внимания я думаю что мы попросим кого-то из тех кто работает может быть а может быть недавно учился или в какой-то жизненной ситуации находится когда у него есть время мы попросим их присоединиться к классу и вот как-то попытаться помогать тем кто нуждается в индивидуальное внимание но индивидуальное внимание это никогда чек ничего не делал и сидели спрашивает а что мне делать это когда он тыркается и у него не получается ему там показали у него дальше пошло имеется виду на этом уровне ну вот так пока теперь значит спрашивают какой компьютер нужен что чего любой компьютер в принципе если браузер на нем работает значит нам нам достаточно это может быть маг это может быть windows если у вас там чуть я не за юник какой не стоит я думаю тоже мы не пропадет еще раз нам нам больше чем браузер не нужно и мы не будем делать ничего такого что ресурсы жрет сильно и так далее это абсолютно вот не часть этого курса от студента ожидается что он тратит 10 часов неделю хотя бы 10 чтобы не отстать и для поиска работы если вы хотите реально искать работу в своей стране или в сша там или где-то не знаю где вы находитесь это нужно часов 20 в неделю нужно часов 20 теперь идем дальше студент чтобы быть успешным с точки зрения технической кроме того что у него есть какой-нибудь компьютер он должен быть приличным пользователем персонального компьютера и мобильных устройств приличным пользователем он устанавливает он конфигурирует ну может почистить там где чего то есть он не должен быть гору какой но можно быть пользователи вы не можете сказать у меня вот я правда никогда не работала там с компьютером или там кроме соцсетей ничего не знаю там на вебе но вот могу ли я участвовать вам нужно быть приличным пользователем и у нас и будет проект на вебовский у нас будет проект на мобилках поэтому и то и другое подразумевается и значит мобильный мобильный устройств может быть любым это может быть и android и там какой-нибудь с и за что там еще может у вас быть но даже если вас будет windows фон вы его вы не пропадете а хотя я бы сказал что поскольку мы там работаем с сколько какими фишками android android был бы лучше наверное но еще раз маг маг замечательно подойдет так значит высшее образование не обязательно но желательно нужно ли там компьютер сайенс нет нужно ли инженерная ну лучше инженерная чем допустим там где по литературе но у нас было полно народ которые и и без инженерного тоже нормально успевали то есть это это больше зависит от вашей логики логического мышления трудолюбия и организованности нежели вот там еще чего навыки программирования не нужны то есть конечно очень здорово если вы там такой более широкого более широкого уровня человек но но это не нужно в данном случае не нужно значит теперь а у нас по ходу дела будут возникать вопросы мы будем вопросы собирать и прямо так вот там на вебинаре живьем на все ответить невозможно но эти вопросы которые мы посчитаем что имеют какой-то такой серьезно серьезное значение мы будем отдельно выносить делать отдельные видео может быть я даже на канале буду делать потому что когда дойдет до вопросов поиска работы вы себе представить не можете какое количество мусора в голове у разных людей причем массово не то что вот был один который не знал ничего не 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 массово массово и мы может быть будем этим заниматься я вынесу отдельно на канал посмотрим во всяком случае это будут отдельные сюжетики мы мы не оставим серьезные вопросы без ответа теперь что у нас теперь вопрос к вам значит у нас есть канал называется с кей вебинар на ю тубе там даже тысяч 15 подписчиков я вам хочу сказать вот этот что ли ну ка да вот он ведь написано там с кей вебинар вот пожалуйста с кей вебинар я его создал вот тогда когда делал этот курс там в одиннадцатом году вот вы видите первый урок второй урок 2 ч первая часть 2 вторая часть это писалось с камеры я смотрю да там у нас был паренек сотрудник он с камерами не писал вот она сюда вывешивалась и так далее потом я там еще как бы сказать усугубил там всякой всячиной то что я считал ну разумным туда повесить поэтому вопрос такой значит или мы это вывешиваем на основном нашем канале силикон вал и войс хотя и мы тут можем дублировать безусловно но все таки значит вопрос вот чем на самом деле вопрос том хотим ли мы замусоривать основной канал потому что далеко не все участвуют в этом курсе далеко не всех это интересует и у нас будет два два занятия в неделю то есть два видео в неделю плюс у нас будут какие-то промежуточные там вопросы мы будем отдельно выносить то есть это может это может как бы напрячь тех кто в курсе не участвует поэтому участвуете вы или нет я бы хотел чтобы вы может быть в комментариях сказали бы чего делать то есть на иски и вебинар мы все равно будем дублировать тут вопроса нет вопрос том вешаем ли мы это на силикон вал и войс поэтому я думаю что как бы все что я хотел сказать я сказал я ожидаю что вы особенно те кто участвует хотят участвовать значит напишут что делать с каналами и те кто не участвует тоже если вы не участвуете вы не хотите что там мусорила вы вы тоже скажите там у вас может вас ленту будет там засорять где-нибудь и так далее поэтому вот так вот такой вопрос все ребята счастлива и до скорых встреч у нас я надеюсь завтра мы определимся с расписанием и понесемся